Вот чего от них ждать? Мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Любовь Соболь, российский политик, оппозиционер. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Вот тут Жириновского нет, но дело его живет. ЛДПР предложил переименовать должность главы государства из президента в правители. Потому что президент это вот такая западная должность, а все западное сейчас в России это плохо. Ну да, наверное, можно было улыбнуться, но Жириновский, покойный, вот его устами озвучивались какие-то идеи все-таки Кремля. Вот в данном случае, как вы считаете, идет ли речь о какой-то идее Кремля и почему не царь, а правитель? Ну, действительно, почему не царь? Можно было бы назвать царь, как Лукашенко придумал сам себе батька. И называл себя батькой для украинского, ой, для белорусского народа. Хотя никаким батькой, конечно, он не является, он является кровавым тираном, таким же, как Путин. Что касается инициативы ЛДПР, то, ну, Жириновского нет, нужно как-то выделяться. Я бы не придавала большого значения этой инициативе. Мне кажется, это вот как говорят в интернете хайп. Да, на пустом месте. Нужна цитируемость, упоминаемость. И ЛДПР, конечно, без Жириновского будет очень сложно выживать, потому что Жириновский был таким, ну, неким политическим животным. То есть он умел и знал, как играть в политику, как набирать голоса радикально настроенного населения на абсолютно безумных инициативах, но он имел действительно долгое-долгое, там, многочисленное время поддержку со стороны большого количества людей в России. И у ЛДПР сейчас не осталось таких ярких личностей. Им неким заменить Жириновского, и поэтому придется, наверное, сейчас им искать какие-то новые варианты. И вот один из вариантов это делать такие совершенно безумные инициативы. Я не думаю, что эта инициатива идет со стороны Кремля. Я думаю, что это вот идет такой некий такой совершенно глупый пиар со стороны партии, который не может и не хочет представлять интересы народа России. Но наверняка они рассчитывают, что где-то в Кремле вот это вот откроют эту страничку, там, прочитают, и кто-то один, возможно, даже так вот приятно улыбнется. То есть на какие-то бонусы они политически, возможно, рассчитывают? Не, ну, конечно, они рассчитывают на то, что... И на какие тогда? И все их сумасшедшие инициативы, конечно, должны нравиться Владимиру Путину. Они не могут предложить инициативу, которая разлетится в интернете, станет вирусной или которую начнут обсуждать, и которая каким-то образом заденет Путина или сделает ему неприятно. Даже как Дмитрий Медведев, экс-президент России, который пишет сейчас в Телеграме, понятно, что он пишет там для одного человека конкретного. Это Владимир Путин, который должен увидеть его абсолютную лояльность и такой же грань там, да, безумия и сумасшествия, как у него самого. Поэтому сейчас ЛДПР, конечно, они будут предлагать вот такие сумасшедшие инициативы, но они должны определенным образом точно нравиться Владимиру Путину. Никак иначе. Любовь, смотрите, ну все-таки ударит ли по рейтингу Путина неудача в войне, в Украине экономический кризис? Почему я спрашиваю? Вот тут, допустим, пропагандисты будут еще держать россиян в иллюзиях, в страхе. Ну, вот пример у нас очень недавний, на днях это Шри-Ланка, где еще в июне уровень поддержки правительства был более 70%. И вот за два дня как все обернулось? Ну, если посмотреть на любого диктатора, до свержения этого диктатора, до падения его режима, у всех там, да, 90, 95, 99% рейтинга, которые им рисуют подконтрольные органы, соцслужбы и все на свете. Поэтому я могу сказать, что, конечно, поражение в войне будет являться политическим крахом Владимира Путина. Это однозначно. И, конечно, экономические проблемы, которые нарастают постоянно, они тоже бьют по рейтингу Путина. К сожалению, сейчас нет критической точки вот этого слома, да, настроений со стороны большинства россиян. У Путина нет большинства среди людей, у него нет большинства поддержки. Люди боятся и люди не верят в свои силы. Люди считают, что от них ничего не зависит. Вот, наверное, самые главные враги людей, которые стремятся к демократии в России, прекращению безумной кровопролитной войны в Украине, смены режима Путина. Наш главный враг – это апатия людей, не веря в собственные силы, потому что много недовольных, очень много сидят и боятся. Боятся выходить, выступать, говорить. А в случае провала в Украине останется ли Путин власти или его же свои же и снесут? Знаете, я не хочу выступать в роли Ванги или каких-то политологов, которые будут сейчас вам называть конкретные даты, цифры или месяца, но очевидным образом, начав эту преступную кровопролитную войну, Путин сократил срок своего пребывания власти. Если раньше, я думаю, что он сам планировал 10 лет, какие-то такие вот долгосрочные периоды, еще удержаться в кресле президента, то сейчас речь о 10-летнем периоде, никаком 10-летнем периоде не идет. И, конечно, при поражении войне речь будет идти, наверное, о месяцах, но не о годах. До 1936 года он планировал же, правильно, если взять, посмотреть на эти изменения в Конституцию? Я думаю, как Лукашенко, как любой диктатор, как Мугаби, не знаю, в Африке сидел. Пока там, не знаю, пока ходит, пока рука шевелится, пока, не знаю, в кресле приедет, в Кремль, привезут, принесут охранники многочисленные. Поэтому Путин сам не хочет оставлять власть, это очевидно. То есть почему он напал на Украину? Нам, адекватным людям, не дано этой логики понять, но когда, как можно представить? Почему он напал на Украину? Нам, адекватным людям, не дано этой логики понять, но когда, как можно представить? Наворовал очень много денег, безумно много денег. Один из самых богатых людей в мире. И теперь хочет войти в историю. Человек, который присоединит чужую страну, соседнее государство к территории России. Вот такими категориями мыслят. Неважно на экономические потери, неважно на человеческие потери, я хочу присоединить, войти в историю России как присоединитель земель. И даже если он предполагает, что потом эти территории отпадут, а распадутся после краха его режима, придется отдавать и так далее, он хочет войти в историю как человек, который присоединил. Вот вся его логика. Поэтому, конечно, весь цивилизованный мир, я со стороны гражданского общества России, которое достаточно сильно задавлено, которое есть, которое борется, продолжает бороться и внутри страны, и вне страны. И цивилизованный мир, мы должны помочь Украине победить в этой войне. И эта победа будет не только Украина, но и всего цивилизованного мира. Сейчас борется демократия и диктатура. Преступный путинский режим против цивилизованных стран. На фронте впереди стоит Украина, но мы всем, чем можем. Я не знаю, лоббировала сейчас, буквально недавно была в Вашингтоне, лоббировала персональные санкции в отношении путинских кошельков и путинских олигархов. Всем, чем можем. Мы должны помочь остановить эту войну как можно быстрее. А вот появилась новость, Любовь, что вас московский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за нарушение закона на агентах. Что это за нарушение? И будут ли власти российские это использовать, но этот закон как повод преследовать не угодно? Ну, во-первых, они уже используют. Закон об иногинах, если честно, не наплевать. Ну, насколько масса вопросов? Мы, может быть, не совсем в теме. Я в России уже в списке террористов и экстремистов. У меня 4 уголовных дела, 2 из которых закончены уже приговором, и по ним уже вынесены реальные сроки и заочные аресты. Поэтому статус иногента, ну, это уже какая-то такая мелочь. Это вот как в сети пошутили, это что орден за заслуги перед Отечеством всех степеней. Да, то есть, ну, вот реально. По иногентам, ну, это уже такая ерунда. Ну, административное дело. Я и в ВВС сидела. И 10 тысяч рублей. Я и в ВВС сидела. У меня уже, мне она, муж пытались у меня, бывшего мужа пытались убить в 16-м году из-за моих антикоррупционных расследований. Ну, какая-то плашка в Твиттере, иногенты, господи, ну, вот. Я уже, если честно, даже внимания особо на это не обращаю. Ну, конечно, для кого-то болезненно. Для тех, кто остается в России и борется там, это очень болезненно. Потому что за любую, за корючечку, за любой пробел, неправильный в отчете, штраф, а потом потенциально уголовное дело. Ну, специально вот такой вот инструмент подавить на журналистов, активистов. Посмотреть список иногентов, там все достойные люди. То есть список реально лучших людей России. Поэтому в какой-то степени даже приятно в нем оказаться. Любовь, вот вы сказали, что сейчас российский народ вот не верит. От что должно произойти, чтобы поверили они? Поверили, что в свои силы? Да, да, да. Ну, следевшей легитимностью Путина, чтобы люди поняли, что король голый. Да, вот как в 19-м году белорусы, благодаря яркой кампании Тихановской, Колесниковой, да, они поняли, что нет, они не в меньшинстве, это не только они сидят на кухне и ненавидят эту власть. Любовь, ну смотрите, если мы Беларусь вспомнили, тогда вот были выборы, да, у людей были ожидания. И вот обман этот на выборах стал триггером к дальнейшим протестам. Вот что в России должно, возможно, произойти, чтобы люди вышли, поверили в свои силы, выступили, я не знаю. То есть что вот эти вот... Я думаю, что стечение разных обстоятельств и какая-то точка понимания того, что все уже безнадежно, все, дальше вот сидеть уже точно нельзя. У кого-то она появилась, и мы видим, что люди выходят. Да, мы не видим со стороны, вот даже, ну как со стороны, внутри России не видно этих протестов, потому что нету большого скопления людей в центре Москвы. Но новая газета проводила исследование сейчас, и оно меня лично удивило и воодушевило, что 60 тысяч административных дел по протестным статьям было возбуждено за первые... за 10 лет последних. И больше 20%, 16 тысяч, прошу за эти цифры, да, смотришь, 16 тысяч административных дел по протестным статьям было возбуждено за первые два месяца войны. 16 тысяч людей стали камикадзами, их пугали 15 лет в колонии, где пытаются швабрами задний проход, что они там увольсятся, что их дети отнимут, как отнимали в регионах у людей, которые выходили на протест. Это все равно люди вышли, да, вот по разным регионам России, 16 тысяч людей, которых задержали в автозаках, доставляли в отделы полиции, судили и так далее. Мы это не видим. Путин контролирует информационное пространство, но люди по-прежнему продолжают выходить в регионах. Массово и одномоментно выйти сложно, потому что всех зачистщиков сажают сразу, ну то есть, да, то есть приезжают. Человек с аудиторией, с ресурсами для объединения, с координацией, да, с возможностью скоординировать большое количество людей, как только он объявит, что мы выходим, собираемся и будут находиться внутри России, уезжает в СИЗО моментально, в тот же день. Поэтому одномоментно выйти куда-то, ну то есть, это должно быть действительно какой-то критический перелом в обществе, и я уверена, он наступит. Когда, сложно сказать, ну конечно, поражение в войне приближает этот день максимально, и, конечно, все неуспехи Путина, да, то есть вот. Ну Путин и начал эту войну, потому что понимал, что рано или поздно россияне скажут, надоел. А сейчас он пытается вот каким-то этим неким геополитическим успехом, неким отвлечением внимания, борьбой с мифической угрозой, якобы которая исходила от Запада, от НАТО в отношении России, как раз эти проблемы перекрыть. То есть, эйфория была в 2014 году со стороны россиян. Ее было видно, да, по соцопросам, и держался она, например, ну 4 года она таяла. Сейчас нет никакой эйфории, в российском обществе нету. И судя по тем же соцопросам, которые нельзя доверять, когда спрашивают людей про Путина или про войну, да, вот напрямую, потому что боятся отвечать. Когда спрашивают про российское телевидение косвенно, то люди уже чувствуют себя свободным. И мы видим, что доверие к российскому телевидению на треть упало за один месяц. То есть сейчас просыпаются, начинают осознавать себя гораздо быстрее, быстрее, чем когда-либо ранее. Конечно, хочется, чтобы вот этот критический перелом сознания россиян, когда люди просто скажут, все, хватит, вот сейчас, все, пути назад нет, наступил гораздо быстрее. Мы делаем, да, со стороны, там, лидеров гражданского общества России все возможно для того, чтобы это наступило быстрее. Война продолжается каждый день, каждый день гибнут люди, каждый день Навальный сидит в СИЗО, в тюрьме, в колонии строгого режима, в ужасающих условиях, сколько, да, доколе это можно терпеть. Делаем все возможное. Ну, Стас, с такими, в принципе, историями, я думаю, что Путин, возможно, не продержится до выборов весной 24-го года. Дай Бог. А вот вы вспомнили Навального, вот сейчас Илья Яшин 15 суток досиживает свои, якобы нападал на полицейских. Это вот ему, вот он прямым текстом написал, да, что после этого депутата Московского, которому дали 7 лет уже за войну, реальный срок, что он следующий. Вот эти 15 суток, это ему предупреждение, вот давай выезжай или вот сядешь? Как вы считаете? Знаете, сложно сейчас гадать, потому что, естественно, с одной стороны, те, кто отвечает за политику в России, они пытаются создать видимость, что в России все стабильно, ничего не происходит. Они держат курс доллара и евро, чтобы он не взлетал, держат цены в пятерочках для, в пятерочках, условно говоря, там, в магазине, куда ходит большинство населения, да, там, магнит, там и так далее. Чтобы не взлетали в цену картошка, хлеба, какие-то общие продукты, общего потребления. Не блокируют YouTube и так далее, потому что они пытаются показать, что нет ничего экстраординарного. Песков напрямую говорит, прямым текстом, это в Украине проблема, а в России все, по-прежнему, все нормально, там, ничего не происходит, да. Пытаются выдать вот эту нестабильность за стабильность. И ровно по этой логике Яшина, они, вот, те, кто отвечает за политические вопросы, не хотят сажать, как я вижу, потому что тогда это будет больший сигнал, что Путин боится. Не только Навального, еще и Яшина боится. И это будет демонстрация, конечно, слабости со стороны Кремля, не сила, а слабости. С другой стороны, это люди, которые вот умеют, да, вот эту политику там тонко настраивать. С другой стороны, что сейчас, понятно, силовики правят бал, и силовики как раз никакие не тонкие настройки, не тонкие репрессии, а вот всех посадить, запугать, да, да, не с кем не разговаривать. Поэтому сейчас видно, что, ну, конечно, это Яшин пройдет, ну, просто по грани, да, то есть вот. Вот, и я боюсь, что Яшин, мой ближайший коллега, соратник, да, товарищ, что он может, его могут посадить в СИЗО прямо в ближайшее время. Я переживаю за это, я считаю, что мы все должны его поддерживать информационно. Хорошо, что вы об этом говорите, мы об этом говорим, потому что действительно Яша находится, ну, в авангарде политического сопротивления России. И, конечно, тревожно, что если не сейчас, на выходе из спецприемника, то в ближайшее время, когда сумасшедшая власть, она может взять и сорваться из петель в отношении него. Спасибо вам за ваши ответы, за ваше время. С нами в студии была Любовь Соболь, российский политик и оппозиционер.